МОЩНЕЙШИЕ СОСУДА Настолько выносливы эти немощнейшие сосуды, полны любви, полны нежности, терпения, полны Божьего Духа, полны благословения, если христианские жены, христианские женщины полны благодати Божией. И, конечно, в этот день мы поздравляем всех наших благословенных сестер, всех женщин поздравляем и молимся и благодарим Господа за каждого из вас, за каждую из вас. Хочу сказать о том, что в Писании мы можем видеть, как женщины первые бежали ко гробу в день воскресный, когда Иисус, они понимали, что Он мертв, что Он во гробу еще. Они первые были также свидетелями Его воскресения. Мы знаем, что в Библии Бог, когда излил Святого Духа Своего в день Пятидесятницы, Он излил и на мужчин, и на женщин. Этим самым Он уравнял вообще вот эту разницу, Он уравнял возраст человека. Для Бога не имеет значения, сколько тебе лет, для Бога не имеет значения, какого ты пола, для Бога не имеет многие факторы, не имеют того значения, которое имеет для нас. Потому что благодать Божия, Святой Дух, который излился, излился в день Пятидесятницы, Он излился одинаково. И на мужчин, и на женщин, и на молодых, и на тех, кто в возрасте, и на людей, у которых разное прошлое было. Поэтому Господь Бог после многих веков, когда женщина была унижена своей благодатью, поднял ее и благословил ее. Поздравляем вас! Пусть Господь благословит каждую женщину на этой земле. Пусть наши благословенные сестры получают новые свежие откровения, будут наполнены Богом, Духом Святым и будут светом. Особенно те из вас, кто молитесь за своих мужей, которые еще не пришли к Богу. Пусть Господь даст вам и силы, и терпение, и молитву, и получить ответ от Господа. Аминь! Аминь! Давайте прославим нашего Бога! Я рад приветствовать всех тех, кто присоединился к нам сейчас в прямом эфире. И я хочу сегодня говорить с вами на тему, как привлечь Божие внимание. Возникает несколько вопросов, почему одни получают великое призвание от Бога, а других призвание не выглядит так уж великим. Возникают вопросы, почему в жизни у одних людей мы видим, что у них как-то, как будто есть большущие задания от Бога, и они имеют какую-то роль, их судьба, их жизнь имеет большое значение. А смотришь на других, и вроде это не выглядит таким образом. Вы знаете, в Писании мы можем видеть, что дьявол всегда хотел унизить человека. И дьявол искал путь, каким образом он мог бы сделать канал, через который человек был бы просто разрушен. И он подошел с мыслью своей к Еве. Это было в Веденском саду, он использовал ее, использовал ее уникальность, использовал тем, как она устроена. Она по-другому устроена, чем мужчины, потому что у женщины есть необыкновенная эмоциональная часть, которую чаще всего вы не встретите в мужчине. И у нее одновременно с эмоцией есть и логика. У меня, например, если логика, то эмоция отключается, или наоборот, если я падаю в эмоцию, то у меня с логикой начинают быть проблемы. А у женщин Господь как-то так заложил и эмоционально, и логическо, и ее логика. Вот эти вот части взаимодействуют между собою. Они бывают и эмоциональны, и логичны одновременно. Но я хочу сказать, что сразу после грехопадения, когда Ева подошла к Адаму и предложила ему этот плод, сразу после этого, в 3 главе Бытия, в 15 стихе мы читаем, как Бог дает обетование. И он говорит, я вражду положу между тобою и между женою, между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову. Ты будешь жалить его в пету. Другими словами, и если через Еву пришло грехопадение, и пришел вот этот канал, канал падения человечества, то также и через женщину Бог сказал, я буду использовать семя женщины, семя жены, чтобы привести искупление всего человечества. На плечах женщины лежит много ответственностей. И не всегда эти обязанности видны. Может, поэтому одно из объяснений того, что во всех хронологиях, которые мы встречаем в Библии, чаще всего мы читаем о мужчинах. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова. И совсем немного мы встречаем в этих хронологиях женских имен. Почему? Возникает вопрос. Друзья, если бы мы с вами писали хронологию, то наверняка мы бы как-то по-другому написали. Но Матфей, который сел за свое Евангелие, в своей первой главе всю хронологию Иисуса Христа, для того, чтобы показать, что Иисус не пришел из никуда, а что у него есть история, есть корни, он всю хронологию разбил на три этапа по 14 родов. И начал это с Авраама. И он пишет с первой главы такие слова. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его, Иуда родил Фареса и Зару от Фамари, Фарес родил Исрома, Исром родил Авраама, Авраам родил Аминадава, Аминадав родил Наасона, Наасон родил Салмона, Салмон родил Ваоза от Рахави, Ваоз родил Авида от Руфи, Авид родил Иесея, Иесей родил Давида царя, Давид царь родил Соломона, отбывший за Урией. Я прочитал шесть стихов, и здесь в этой хронологии мы встретим четыре женских имени. Если мы будем читать дальше и дочитаем до конца всех этих трех частей под 14 родов, то мы встретим еще и пятое женское имя, это имя Марии. Друзья мои, если бы мы с вами писали хронологию, наверняка мы бы поместили туда других людей. Я изучил внимательно судьбу и биографию настолько, насколько это возможно, по той информации, которая имеется у нас, каждой женщины, которая среди мужских имен вписана в хронологию Иисуса Христа. И я удивился, потому что пять женщин там, одна из них это Руфь, которая, на мой взгляд, благочестивая женщина, и не только, на мой взгляд, которая была благочестивой женщиной, но она была из народа Маоритского. И в Библии написано, что не должен никто входить в народ Божий из этого народа. Там была долгая история, в результате которой Бог сказал, что никого не должно вводить. Это Руфь и Мария, чистая, непорочная девушка, которая приняла от Святого Духа, и которая сказала, которая сказала ангелу, который пришел к ней, чтобы возвестить ей о непорочном зачатии. И она сказала, как это будет, когда я мужа не знаю? Он объяснил ей, как это будет, что Дух Святой найдет на тебя. И то, что родится, оно святое будет. Это будет мальчик, назовешь его Иисусом. Он спасет всех людей от грехов их. Это будет Мессия, обещанный пророками. И когда она услышала все это, и вот момент, момент, который достойный подражания, она говорит, да будет мне, по слову твоему. Она не сказала, да это вздор какой-то, да где такое видано вообще? Да я девушка, да я обручена с Иосифом, да я вот-вот скоро замуж выйду. Зачем мне вдруг беременеть? Зачем мне? Ты о чем? Ты кто ангел вообще? Ты о чем говоришь? Она говорит, да будет мне, по слову твоему. И вот они, пять женщин, Руфь и Мария. А вот эти три женщины, а вот эти три женщины, что это за женщины? И здесь есть их имена. Это Фомарь, это Рааф и это Версавия. Фомарь, Рааф и Версавия. Вы знаете, интересно, что Рааф, это имя встречается у нас в Новом Завете, еще послание к евреям в 11 главе, в 31 стихе. И там, среди галереи мужей Божьих, вы встретите имя этой женщины. Наряду с Авраамом, вот с праотцом нашим, наряду с Ноем, с Енохом, с Авелем, с Моисеем, с Сарой, наконец, и многих других, там и Гидеон стоит, ну, там Девора даже есть, но, то есть, как бы, с этими, ладно, это понятно, что это люди, которые достойны того, чтобы быть вот в этом списке людей веры, которым нужно подражать. Но Рааф, Рааф-то как сюда попало вообще? Каким боком она здесь оказалась? Написано, верою Рааф блудница с миром, приняв соглядатая и проводив их другим путем, не погибла с неверием. Слушайте, как это так? Рааф блудница наряду с мужами веры. Рааф блудница. И что, она уже в конце, в конце Библии, в послании к евреям все еще блудница? И как это ее, как блудницу Рааф, или к ней это просто приклеилось, что она Рааф блудница, она, может быть, уже сейчас и не блудит, но к ней просто приклеилась вот эта вот бирка. Рааф блудница, мы так и знаем ее в истории, что она Рааф блудница. Подожди, Рааф блудница, ты оказалась в хронологии Иисуса Христа, твое имя есть там, и ты оказалась среди героев веры. Кто-то из вас скажет, ну, я знаю других блудниц, они что-то там, их никто так не почитает. Но не за блуд она оказалась там. Мы чуть позже посмотрим. Так вот, вот эти три женщины, Фомарь, Рааф и Версавия, имели такое сомнительное прошлое, что если бы мы с вами писали хронологию, то мы бы туда лучше поместили, наверное, Сару, или Девору туда поместили, или поместили бы туда, может быть, Рахиль, который является матерью, символом материнства в Библии. Но отнюдь не Фомарь, отнюдь не Рааф, и, конечно, наверное, и не Версавию. Тоже очень сомнительно все это. И у меня такие мысли есть, что когда Моисей сел писать хронологию, а он же ж еврей, он же ж с патриархальными взглядами, и он пишет, как будто так оно и было, Авраам родил Исаака, да не Авраам рожал, я был на родах нашей дочери, я точно знаю, что не я родил, хотя я там бегал, кричал, там у меня столько эмоций было, и я там как будто бы тоже рожаю, но я-то знаю, что не я родил, жена моя родила, и я знаю об этом, но здесь он пишет, Авраам родил Исаака, патриархальные взгляды, ну, женщины-то так, Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил, и он пишет дальше, 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 пишет, и Дух Святой приходит, и вот так, по голове там или в плечо, стоп, подожди, подожди, ты ошибаешься, помести вот здесь Фомарь, напиши, я представляю себе, как Моисей просто завис, Матфей точнее, Фомарь, а зачем Фомарь-то сюда, Фомарь-то, Господи, там в 38 главе Бытие, о ней сказано, но она же, ну, она же такая женщина, ну, куда ее сюда, в родословие твое, Иисус, надо солидных людей помещать, и, ну, он в послушании помещает туда Фомарь, пишет дальше, доходит до следующего имени, и снова Дух Святой, Рааф, какой Рааф, а вот ту блудницу, Серихона, Рааф, которая жила там в стенах дома, вот ту, помести туда, а ее зачем, а ее-то зачем, Господи, он в послушании помещает туда Рааф, и доходит дальше до Версавии, и не пишет даже имя ее, пишет, бывшая Заурией, бывшая Заурией, и Дух Святой промолчал, хорошо, бывшая Заурией, пусть даже так будет, бывшая Заурией, я не знаю, как вы, сестры, но вы должны быть рады, что мы с вами живем в Новом Завете, кто-нибудь должен закричать и сказать, как здорово, что я живу не в патриархальном веке, не в то время, как здорово, что Дух Святой сошел на меня, что я имею тот же самый статус, что и другие люди, и мужчины, что Господь поднял женщин, я остановлюсь буквально кратко на каждой из них, итак Фомарь, первая из них, вы знаете, 38 глава Бытие, 37 глава Бытие повествует нам об Иосифе, 39 глава тоже повествует нам об Иосифе, и как будто бы прямо посреди вот этого общего контекста повествований выпадает 38 глава, и просто прерывая все, что было сказано об Иосифе, и в 38 главе речь идет об одном из патриархов, имя его Иуда, Иуда захотел жить не с братьями, а отделиться от них, у него родились дети, его первенец, первый сын, он дал ему имя Ир, когда он вырос, отец посмотрел на него, что он уже созревший мужчина, и нашел ему жену, девушку звали Фомарь, она была не из их народа, с другой местности, она пришла с надеждой, что Господь даст мне счастье, и у нее свои планы, мечты, цели, в том, что Бог благословит их жизнь, семейную жизнь, и здесь в Библии написано, что Ир был неугоден Богу перед очами Господа, и Господь умертвил его, прям так написано, больше ничего не сказано, вы подумайте, ничего себе, вот это Бог, а вы говорите, Бог любовь, знаете, если бы Господь умертвлял каждого, кто неугоден ему, то у нас с вами не было бы шансов, это был какой-то исключительный случай, их в Библии было, немало их в Библии сквозь все годы, когда человек, видимо, делает что-то слишком дерзкое, слишком наглое, когда переступает, ну, уже не одну черту, мы не знаем, что это было, но Бог умертвил Ира, она осталась вдовой, и по закону того времени, после того, когда старший сын умирает, то следующий после него сын должен был взять вдову себе в жены, если он умирает, и у них не было детей, и должен был восстановить имя, память сына, или брата, то есть когда родился бы сын, и вот они поженились, через некоторое время мы читаем о том, что имя этому второму сыну Иуды было Анан, мы читаем о том, что и Анан умирает, и здесь чуть больше пояснение, написано, что Анан знал, что семя будет не ему, и потому, когда входил к жене брата своего, изливал семя на землю, чтобы не дать семени брату своему, ох, как интересно, я хочу получить удовольствие, ты нужна мне как женщина, ты нравишься мне, но я не хочу, чтобы ты забеременела, и родила, и записан был этот ребенок не на меня, от меня я ничего больше не хочу, я от тебя хочу удовольствие, где-то это повторяется в нашей жизни, и написано, что Бог поразил Анана так же, потому что написано, зло было пред очами Господа, то, что он делал, он умертвил его, после этого отец говорит Фомаре, невестке своей, живи вдовою в доме отца твоего, пока подрастет Шела, сын мой, младший еще, небольшой, не вырос еще, ибо он сказал, не умер бы и он, подобно братьям его, Фомарь пошла, и стала жить в доме отца своего, и вот она приходит одиночество, она ничего не сделала плохого, она пришла в этот дом, с мечтой, с надеждой, с желанием жить, устроить свое семейное счастье, но Бог поразил первого, он умер, Бог поразил второго, он умер, а третий пока растет, она отдельно живет с отцом в своем доме, проходит время, вырастает этот мальчишка, и вот самое время, чтобы они сошлись, и Иуда, видимо, заметив определенную тенденцию, что происходит с его сыновьями, как-то по-другому начинает думать, и он не отдает этого мальчика, Фомаре, и потом разворачивается целая история, история состоит в том, что однажды Фомаре узнает, что Иуда будет идти одной дорогою, и она переодевается, одевается в одежду, женщиной легкого поведения, и выходит к нему навстречу, и соблазняет его, он останавливается, они проводят вместе время, ночь проводят, и потом он оставляет ей некоторые вещи свои, и трость свою, и кольцо свое, и перевязь свою оставляет, потому что она попросила, чтобы он что-то дал ей, он говорит, я отдам тебе козленка, а потом пришлю за это, и, то есть, он идет дальше, и проходит некоторое время, и вдруг он узнает, что Фомарь беременна, пришли и рассказали ему об этом, и он в этих нравах патриархальных своих, в своем, в своем вот стиле, он говорит о том, что пусть выведут ее, и пусть она будет сожжена, и тогда она показывает вещи, и говорит, что я беременна от того, чьи эти вещи, и сказала, узнавай, чья это печать, и перевязь, и трость, чья, иуда узнал, и сказал, она правее меня, потому что я не дал ее, шеле, сыну моему, и не прикасался к ней больше, и она родила двух мальчишек, Фореса и Зару, и она в родословии Иисуса Христа, я понимаю, что у вас в голове что-то замыкает, если бы это было не Библия, я бы сказал, это какая-то ошибка, не должна была бы быть здесь, этой истории вообще, я задаю вопрос, а чему мы можем научиться у Фомарьи, и я нашел два качества, чему мы могли бы научиться, во-первых, мы учимся верности у нее, она не пустилась во все тяжкие, при том, как с ней поступили, она при всем своем одиночестве, оставалась в доме отца своего, и ждала и надеялась, что Господь увидит ее сердце, в Библии есть Псалом 67, там сказано, Бог одиноких уводит в дом, освобождает узников от оков, и непокорные остаются, а непокорные остаются в знойной пустыне, может кто-то из вас одинок, может кто-то из вас потерял близких, родных, может с кем-то из вас поступили несправедливо, и вы готовы пуститься во все тяжкие, или просто сказать, ну раз уж со мной так поступили, тогда я имею право, но Фомарь не сделала этого, она оставалась в доме отца, и второму, чему мы можем научиться, мы можем научиться ее неотступности, другими словами, по закону того времени, честь женщины была в том, когда у нее было потомство, но не первенец, не второй сын Иуды, не уже потом сам папа, оказывается, тоже не дал третьего сына, они не дали возможность Фомаре раскрыться в том призвании, в той чести, которая принадлежала ей, и я думаю, в какой-то момент она сказала, я не предам своей чести, почему я должна быть обесчащена Иудой и его сыновьями, проблема не во мне, проблема в папе и в этих сыновьях, и знаете, вот здесь есть что-то, что я вижу, так редко встречается в нашей жизни, вот качество, которое очень важно для того, чтобы твоя жизнь была благословена, когда ты неотступно преследуешь то, что принадлежит тебе, я не говорю о грехах, я говорю о качестве, когда ты хочешь получить то благословение, которое Бог сказал, что оно принадлежит тебе, когда ты получаешь от Бога, и не просто, ну, если этого нету, до конца не раскрылось, ну и ладно, захотел бы, Господь дал бы мне, но когда ты получая, получаешь какую-то часть, и ты дальше стоишь перед Богом, чтобы получить всю полноту, полноту исцеления, полноту благословения, полноту финансовых прорывов в твоей жизни, финансовой стабильности, полноту в семейной жизни, чтобы счастье, любовь, понимание, согласие и атмосферам принятия было в твоей семье. Помните, однажды Иисус сказал, что у одного человека была ситуация, он рассказал, это как притчу, но там есть очень прямые указания Иисуса, это 11 глава Евангелия от Луки, он сказал, положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему, друг, дай мне взаимы три хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить, и тот изнутри скажет ему в ответ, не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели, не могу встать и дать тебе. Если говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности, давайте скажем вместе, по неотступности, по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит, и я скажу вам, это говорит Иисус, просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят вам, ибо всякий просящий получает, ищущий находит, и стучащему отворят. О, как! Иисус говорит, по неотступности, по неотступности твоей, ты сможешь получить то, что тебе принадлежит. Вторая женщина, это Раоф. В Библии есть история о том, как разведчики, которые были в ее городе, в Иерихоне, возвращались уже обратно, с тем, чтобы доложить о ситуации, и царь Иерихонский узнал о том, что его город посетили разведчики с народа израильского, отправил людей, чтобы догнать их. И вот эта женщина пустила их в свой дом, и когда они пришли, люди, посланники от царя, она спрятала их, спрятала их на кровле дома своего, в снопах льна, разложенных у нее на крыше. И солгала этим посланникам царя, и они ушли, и так сохранила таким образом жизнь этим людям. Но перед тем, как они уснули, она поднялась к ним, и она сказала, поклянитесь мне Господом, что как я сделала вам милость, так и вы сделаете милость дому отца моего, и дайте мне верный знак, что вы сохраните в живых отца моего и матерь мою, и братьев моих, и сестер моих, и всех, кто есть у них, и избавите души наши от смерти. И в действительности они поклялись, и когда народ израильский входил в этот город, и когда ерехонские стены упали, то она вывесила просто красную веревку из окна, то все знали, что вот этот дом, его не нужно разрушать, потому что здесь живет женщина, которая сохранила жизнь нашим братьям, разведчикам, которые ходили в этот город. Чему мы можем научиться у Раави? Почему она помещена в родословии Иисуса Христа? Ну, прежде всего, опять-таки, два момента, которые я вижу. Первое, она была женщиной, которая понимала и признавала истинный авторитет и власть. Блудница-блудница, а авторитет и власть она понимала и признавала. И мы можем видеть это в ее речи, которая записана в книге Иисуса Навина во второй главе. Она говорит, «Я знаю, что Господь отдал землю сию вам, ибо вы навели на нас ужас, и все жители земли сии пришли от вас в робость». И потом она говорит, «Ибо Господь Бог ваш есть Бог на небе вверху и на земле внизу». Итак, первое, то, чему мы можем научиться у Рави, это понимание и признание истинного авторитета и власти. Я скажу, друзья, что я встречал очень многих сестер, женщин, жен, у которых проблема была с этим. Они говорили, «Я буду уважать своего мужа, если он будет достойный этого». И они фактически в сердце своем унижали его. И так годы унижали и унижали. Вы знаете, апостол Петр нам приводит в пример Авраама и Сару. Авраам, как муж, не был достойный почтения своей жены Сары. Мы знаем немало тех поступков, когда Авраам, как мужчина, не проявлял мужества, боялся, был робким. И был момент, когда он даже попросил свою жену, чтобы она сказала, что он брат ей. Другими словами, он ее этим самым предал, потому что они шли в ту землю, где царь мог просто взять ее себе и быть с ней, спать с ней. И Авраам предал ее. И если бы мы с вами посмотрели на послужной список Авраама, мы бы сказали, он не достоин почтения, он не достоин того, чтобы его уважать. Очень интересно, апостол Петр говорит, возлюбленные, посмотрите на Сару, она называла его господином, она называла его господином. И он говорит о послушании и о почтении. Бог имел дело с Авраамом, Бог изменил Авраама. И Авраам мы видим потом в конце жизни, он становится другим человеком, но Сару Бог также изменил. И Сара смогла авторитет Авраама поднять высоко. Апостол Петр говорит, так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, жизнью, житием жен своих, без слова приобретаемы были. И так Раф была женщиной, понимающей и признающей истинный авторитет и власть. И второй момент, она поверила Богу. Она в действительности поверила, что это Бог, который ведет этот народ. И она сказала, что это Бог, который вверху и Бог, который внизу. Ваш Бог, и мы все трепещем перед Ним. В ее сердце была вера. И это то, чему мы можем научиться у Рафи. Руфь для нас является примером посвящения. Помните, Руфь, которая была тоже мавитянкой, она сказала своей свекрови, что твой Бог будет моим Богом, твой народ будет моим народом, и куда ты пойдешь, туда пойду я. Они пришли обратно в землю, в Вифлеем, а Руфь из чужого народа. Она тоже мавитянка, и она не должна была так же войти в этот народ. Но ее трудолюбие, ее посвящение и верность сделали возможным то, что Бог поместил ее имя здесь, в хронологии. Я хочу остановиться еще на одной женщине, это Вирсавия. И мы читаем, что здесь Моисей говорит, не Моисей, а Матфей говорит о ней как о бывшей за Уриею. То есть почему так? Почему не названо ее имя? Вы знаете, я думаю, что он хотел показать этим самым, что там есть целая история. История связана с Урией. Урия – это имя ее мужа. Они поженились и были вместе какое-то время. У них не было детей, но потом случилась война, и так как Урия был один из тридцати военачальников сильных при царе, при Давиде, он пошел на войну. И Давид должен был быть там. И в 11 главе 2 книги Царств написано, что в то время, когда выходят цари в походы, Давид послал Иоава, своего старшего главного военачальника, и слуг своих, и всех израильтян, чтобы они поразили амманитян. А Давид в это время остался в Иерусалиме. И во втором стихе написано, однажды под вечер Давид, встав с постели, у меня уже красная лампочка моргает, под вечер, встав с постели, как сильно нежил себя, как сильно хотел расслабиться, прогуливался на кровле царского дома, а это не просто дом, это дворец, и, то есть, там столько прислуг, и всего, и такой расслабленный, подожди, подожди, Давид, ты военачальник, ты вообще-то первое лицо, ты всегда был на войне, а здесь он уже успокоился, он уже достойный того, чтобы просто расслабиться. И дьявол тут как тут играет эту злую шутку с ним, когда он расслаблен на кровле своего дома, глаза его блуждают вправо-влево, и он видит женщину, которая купается, и она была очень красива, и тогда он обращается к тем, кто рядом возле него, и говорит, пойдите и разведайте, как зовут ее, кто эта женщина, они приходят и рассказывают ему, что она жена Урии, ее зовут Версавия, и он посылает своих слуг, они приводят ее, она приходит к нему, и он спит с ней. Написано, когда жена очистилась от нечистоты своей, она вернулась в дом свой, женщина та сделалась беременной, и послала известить Давида, говоря, я беременна. И вот Давид хочет скрыть эту проблему, и он вызывает Урию, мужа, и говорит, иди в свой дом к своей жене, Урия, верный солдат, посвященный преданной царю, говорит, как я пойду спать с женой, когда весь народ, и там война, и там идет сражение, да не будет этого со мною, он предлагает ему выпить, и говорит, останься еще на одну ночь, может быть, в эту ночь пойдешь, иди к своей жене, он снова остается здесь возле царского дома с заслугами царя, и не идет, это же ведь все рядышком, дом, дом, он с балкона видел эту женщину, это же все рядом, это же все как будто, вот знаете, одна улица, одно село, как будто бы, да, и то есть тогда у Давида возникает план, он пишет письмо, отправляет его, письмо пишет Иааву, военачальнику в этом письме, говорит, поставьте Урию в то место, где будет идти сражение, ожесточенное, и отступите от него, и потом он получает известие, что Урию убили, убили враги, и он говорит, ну, бывает, меч иногда поедает одного и другого, он берет Версавию к себе, и вроде все тихо, спокойно, и Бог ничего не вскрывает, и около девяти месяцев он живет вместе с ней, с семьей, как бы все хорошо, она беременная, и потом рождается мальчик, и мальчик умирает, и когда мальчик умирает, есть интересный здесь момент, здесь показано, что тогда Версавия, она сокрушена, она сломлена, но перед тем еще, как мальчик умер, приходит пророк к Давиду, и вскрывает все, один на один, обличает Давида, обличает в прелюбодеянии, обличает в убийстве, и Давид сокрушается и плачет, и пишет этот удивительный 50-й псалом, лучший псалом о покаянии, и мы знаем, что он в действительности просто вот выплакал перед Богом эта дерзость, и этот грех, и этот поступок, и Бог прощает его, конфиденциально все это между ним и Богом, но потом умирает ребенок, и потом все это становится известным, и если бы в Библии это не было написано, то, наверное, люди и не знали бы о том, что было с Давидом, но вот здесь нас интересует Версавия, а что с ней? А почему она, оказывается, там, среди женщин, которые упомянуты в родословии Иисуса Христа, есть две точки зрения, одни богословы говорят, что она такая несчастная, что ее просто взяли, и она просто несправедлива, просто она даже не могла ничего сказать, она вынуждена была, этот царь, он имел власть, и она была в такой ситуации, что она вынуждена была. Другие богословы говорят, читайте повнимательнее, и вы увидите, вы увидите, что она согласилась, что она пошла, они были двое взрослых людей, они двое взрослых ложились в кровать, и она замужем, и он женатый мужчина, и она ясно понимала, что она делала, и она не кричала, и это не было в поле, это было во дворце, где было много людей, и вот факт, Версавия сделала, совершила прелюбодеяние, и в прелюбодеянии этом она жила какое-то время, и потом Господь приходит, и он дает, он обличает, и дает покаяние Давиду, и потом написано, что Бог после того, когда умер ребенок, дал вот это слово Давида, Давиду к Урии, к Версавии точнее, и он ее утешил, то есть она была сокрушена, и богословы говорят, там есть покаяние, там были слезы, и покаяние, и осознание, вот этого ужасного начала, как они начали, и потом Господь дает, снова им ребенка, и она становится матерью Соломона, и попадает в родословие Иисуса Христа, некоторые говорят о том, что она написала 31 главу притч, и это история о любви, о любви, которая была между Версавией, и между Давидом, а начато-то было все с греха, с прелюбодеяния, я остановлюсь на этом, друзья, я хочу сказать, что может быть в твоей жизни начато тоже неправильно, все, может быть в твоей жизни начато с греха, с прелюбодеяния, может быть кто-то из вас, слушая эту историю, думает, и мне тоже больно, когда я вспоминаю все то, что было раньше, но там было покаяние, покаяние было и у Давида, и у Версавии, и Бог, который дает покаяние, он может стереть все прошлое, и дать новые начала, последняя женщина, это Мария, это Мария, это Мария, если бы не было Марии, то мы бы думали, что наверное, все те, у кого плохие судьбы, все те, кто как-то что-то в жизни не получилось, ну, Господь их взял и поместил туда, и я такой же, но Мария, это образец чистоты и святости, это настоящая ценность, апостол Павел скажет позже, что если какой-то отец хранит свою дочь в чистоте и святости, вот она ценность, чистота и святость, сексуальная чистота, и мы читаем, что автор послания к евреям напишет, брак у вас да будет честен, ложи непорочны, к евреям напишет,